Мы с вами рассмотрели, что такое свертка. Однако, когда мы работаем с изображениями, изображения, как правило, трехканальные. То есть там есть красный цвет, синий цвет и зеленый цвет. Вот для каждого из этих цветов есть некоторая матрица, которая описывает, сколько зеленого, красного или синего цвета в каждом пикселе. Как свертка работает в этом случае? В случае с трехканальными изображениями ядро свертки – это трехмерная табличка, а не двумерная, как в предыдущем случае. Для каждого канала это такая же табличка, как была у нас в примере в прошлом. И для каждого канала эти различные таблички продублированы. Вот у нас получается вот такая трехмерная табличка или трехмерная маска или трехмерный фильтр, или трехмерное ядро свертки. Стоит отметить, что все эти таблички для каждого канала могут быть разными. То есть на синем канале мы смотрим, например, вот такие значения 1, 0, минус 1, 0, 1, 0, минус 1, 0, 1. А для красного канала, например, у нас вот здесь вот нули, а здесь наоборот единицы. Соответственно, для каждого цвета маски могут отличаться. Как происходит свертка вот в этом случае? Мы берем вот эту вот трехмерную табличку и прикладываем к какому-то месту изображения. Вот мы приложили. И дальше мы делаем все точно то же самое, что делали до этого. То есть мы берем значение изображения в этом месте, перемножаем поэлементно со значениями в фильтре и складываем. В нейронных сетях мы еще к получившемуся числу прибавляем некоторое значение, которое называется bias. И записываем в соответствующую позицию результата. Вот так работает свертка с трехканальными изображениями. Дальше мы смещаемся на один пиксель. Опять же, берем этот фильтр, прикладываем к новому положению, перемножаем, складываем и прибавляем значение bias и записываем в соседнюю ячейку. Итак, мы делаем для всей первой строки. Переходим на следующую строку, повторяем все то же самое. И вот таким образом мы заполняем результат строка за строкой. Вот так вот работает один фильтр в сверточном слое. Но в сверточном слое может быть много фильтров. Что происходит, когда мы берем следующий фильтр? Мы берем тот же вход, но теперь у нас совсем другой фильтр и какое-то другое значение смещения. И мы делаем все то же самое. Мы прикладываем вот этот вот фильтр в каждое положение, считаем произведение поэлементное, складываем результат и прибавляем смещение. И вот таким образом мы получаем следующий канал на выходе. Каналов на выходе у нас может быть достаточно много. Столько, сколько фильтров мы применяем к входному изображению. Если мы, например, применили к изображению свертку с тремя каналами и на выходе у нас получается 6 каналов, то следующая свертка должна на вход принимать 6 каналов. То есть это означает, что вот этих вот табличек здесь должно быть 6 штук. Фильтр состоит из 6 табличек для каждого канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok